Это реально крысы на рынке. Дуриан — это цель номер один в этом путешествии. Пришибла дверьми. Но, правда, воняет здесь очень жутко. Фу, блин, даже я сейчас вливану. Как же воняет. Ребята, всем привет. И мы с Русланом снова находимся где? В бизнес-зале Шереметьево. В Шереметьево ездим уже как за хлебом сходить. И снова я там, где я мылась, принимала душ. И мы кушаем перед полетом в Таиланд. В Тае сейчас сезон фруктов. Мы давно мечтали поехать в Таиланд. Сезон фруктов. Вот наша мечта сбывается. Поедем, поснимаем не только фрукты. Еще у нас есть идеи поснимать всякие инстаграм-места. Короче, все снимем, все покажем, все расскажем. Будет интересно, наверное. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все видосы. И я сейчас вам покажу, сколько я себе еды взяла. Ну, просто чуть-чуть поужинаю. Моему аппетиту можно позавидовать, хотя скорее наоборот. Мы доделываем влог из Америки. Уже совсем скоро пойдем на посадку. Я хочу вам рассказать, что я сегодня купила книгу. Впервые за долгое время я буду читать настоящую книжку, а не электронную. Сейчас книжки, оказывается, так дорого стоят. Минимум 500 рублей. Вот это 470. Но очень захотелось подержать настоящую книгу в руках. Я уже соскучилась по этому ощущению. Конечно, я выбрала не самое легкое чтиво для путешествия в Таиланд. Лежать у бассейна и читать про концентрационный лагерь Освенцы. Но я думаю, что это будет очень интересно. И основана эта книга на реальных событиях. В конце путешествия, я надеюсь, поделюсь с вами рецензией, понравилась мне или нет. Блин, в Москве пробки даже в аэропорту. Мы сейчас стоим в очереди из самолетов. Здесь экран есть, от которого становится крипово. Лучше бы я не видела, как все выглядит с передней стороны. Там перед нами два самолета еще. Мы ждем очереди на взлет. Все, ребята, мы приземлились. Мы в Таиланде. Сейчас идем забирать багаж и поедем в наш номер. Уже пахнет нашей любимой страной. Даже не верится, что мы в Таиланде летом. Мы никогда не были здесь летом. Это очень странное ощущение. Конечно, из-за того, что мы летом здесь сезон дождей. И, ну, как бы дождей сейчас нет, но там тучки. То есть солнца мы будем гораздо меньше видеть. Но зато сезон фруктов. Проходим мы тут мимо зоны оверсайз багажа, а там собачки. Я впервые вижу, чтобы вот так в ряд стояли собачки, которые летели в самолете. И они так мило ждут своих хозяев. Но, правда, воняет здесь очень жутко. Видимо, за полет они там все уже уделались, описались, обкакались. И, скорее, бы их уже забрали. Наш чемодан не потерялся. Ура, ура! Ура! Покупаем симку, и они так все оперативно делают. Прям шайтанит там, что-то в телефоне. Трын-трын-трын-трын-трын. И готово. Дешево стоит очень. По сравнению с Америкой, где я недавно была, это небо и земля. Друзья, прервем ненадолго влог, чтобы ответить на вопрос, как мы оплачиваем покупки в Таиланде. В Таиланде мы взяли с собой карту Рокетбанка. Это дебетовая карта с режимом для любителей путешествовать. То есть для нас. Во-первых, этот режим позволяет получать кэшбэк с покупок авиабилетов и бронирование гостиниц, а также со всех покупок, даже совершенных в путешествии. Причем при оплате в иностранной валюте расчет происходит моментально, а не с запоздалыми перерасчетами. То есть мы сразу узнаем, сколько мы потратили. Но, к сожалению, карты на тайском рынке не принимают, поэтому мы также снимаем с нее наличные в банкомате. Рокетбанк не берет комиссию за снятие наличных до 150 тысяч рублей в месяц в любом банкомате любой страны. Но в Таиланде банкоматы сами настроены забирать 200 бат комиссии, поэтому мы сразу стараемся снять, сколько необходимо. В этот раз сняли сразу на всю поездку. Либо другой вариант – пользоваться местами с оплатой по карте. Карта бесплатная, мультивалютная, нет платы за обслуживание, а на остаток средств начисляются проценты. Кстати, курс валют у Рокетбанка – один из самых выгодных среди банков, и купить валюту можно прямо в приложении. Кстати, о приложении. У Рокетбанка нет отделений, все вопросы решаются в приложении, нужно просто написать в чат. Это очень прогрессивно и удобно. Заказывайте бесплатную карту по ссылке в описании. И получите в подарок вот такую красивенькую обложку на паспорт и специальный режим для тех, кто любит путешествовать. И лучше скорее, они могут закончиться. Рус настолько про, что везет меня в отель без использования Google карт, потому что уже все помнит и знает. А я, как обычно, его хвостик, поэтому ничего не помню и не знаю. Ну как, места узнаю, но без карты бы не доехала точно. Ты видел, меня пришибло дверьми? Чемодан прошел, он подумал, что человек прошел, и мы... О, это было больно. В этом году, поскольку мы будем тусоваться только в Бангкоке, мы сняли отель с бассейном. Обычно мы брали в Бангкоке отель без бассейна. А вот здесь мы делали фотографию, помните? Сейчас в отель заселимся, и сюда, наверное, вернемся, будем кушать дуриан. Дуриан – это цель номер один в этом путешествии. Прикинь, сейчас приходим на рынок, смотрим цены, а цены там не изменились. Такие же, как ты иди в сезон. Я думаю, что вполне так может быть, ничего страшного, главное, чтобы здесь. Мы здесь, дуриан здесь, все отлично. Но, кстати, я смотрел, у них в сезон фруктов даже открыты дуриан-бары на улице. То есть ты приходишь, кладешь определенную сумму и ешь сколько хочешь. Но это хитрый способ привлечь клиентов, потому что дуриана много не съешь, становится от него дурно, дуриан дурно. Так что, в принципе, это выгодный бизнесок. Короче, дуриана много нельзя есть. Это вредно. Ура, мы наконец-то дошли до отеля. Я что-то умаялась немного. На жаре есть этим тяжелым рюкзаком. И этот отель, конечно, очень выделяется из общего колорита. Такой красивый, светленький, европейский. А вокруг хавчик прямо на улице какой-то сушится, не пойми что. Бонус, бонус у этого отеля встроенный 7-Eleven есть. Та-дам! Это ли не праздник, ребят? Все, погнали заселяться. Хотя нас сейчас не заселят. Заселение только через 2 часа, поэтому мы дропнем вещи и пойдем погуляем. Солнышко жарится через стучки. Прям, ух, как тепло. Хорошо, что у нас есть бассейн теперь. А если открыть погоду на айфоне, то сейчас должен быть дождь с грозой. Мы дома спрашивали у гугла, она тоже отвечала, что там гроза, ливень. Просто потому, что сезон дождей, они скорее всего по умолчанию ставят, что такая погода, все. Короче, нас пока не заселяют, потому что нам нужно еще полтора часа подождать. И мы решили пойти погулять. Есть, конечно, варианты возле бассейка почилить, но очень хочется уже фруктов отведать. Фруктов, фруктов, очень хочется. Хочу показать вам контраст. Вот, посмотрите на наш отель, и буквально мы сейчас пару метров отойдем. И начинается местный колорит. Вот как бы отель. А здесь уже неприметные домики, всякая торговля уличная. Покажу вам сейчас, как мужик прямо на улице мясо сушит. Это вообще легально? Это вообще можно есть мясо на солнце? Лежит свежее. Мне кажется, оно тухнет, а не сушится. Пока идем до рынка, перехватили фруктов. 30 бат все вот это вместе. Арбуз сладкий-пресладкий. Кстати, папайя тоже, она обычно не сладкая. А это прям... Ну-ка, дай попробовать. После арбуза ты не почувствуешь. Я чувствую вкусное. Я думала, я уже все видела в Таиланде, и меня ничего не удивит. Но это реально крысы на рынке. Я такое читала только в книге «Метро», когда наступил апокалипсис, и люди с голодовки ели крыс. Но не на рынке в 2019 году в Бангкоке. Столица Таиланда. Фу, блин, даже я сейчас блевану. Нет, Рус. Это для меня слишком экзотично. Я нашла то, что для меня в Таиланде слишком экзотично. Вот даже лягуху могу спокойно съесть, ну, приготовленную, но не вот это. Вот грибы – это другое дело, нормальная тема. Нет, здесь, конечно, много всего вкусного, но и много такого, что европейцу не понять. Мы вообще этот райончик любим за то, что он не туристический. Здесь очень много колорита. Здесь хороший рынок есть. Тут и фрукты продаются, и мясо. И вообще на любой вкус, короче, на этом рынке можно все найти. Даже вещи здесь не ударю. На любой вкус, для любителей крысок. Да, если вы любите крысок, приезжайте. Они тут есть в наличии. Только вот завезли свеженькие. Лежат охлажденные. Ух, хватит! Я не могу даже арбуз доесть. Давайте перейдем в более аппетитную сону рынка, чтобы я там доела. По сравнению с прошлыми поездками тут добавилось жести на рынке, потому что сейчас я смотрю на огромных жаб. Они в какой-то сетчатой авоське там болтаются, пытаются вырваться, и они просто мерзкие. Кто это покупает и ест? А, ну, походу, вот это они уже разделные. Жестко! Смотрите, какой выбор зелени. Здесь, не знаю, мне кажется, десятки сортов разной зелени. Мы пришли во фруктовую часть рынка. Наконец-то здесь уже все красиво, ярко, аппетитно. И знак того, что сейчас сезон дуриана в том, что он повсюду, а раньше была только одна точка. Был такой дуриановый магнат. А сейчас вот мы уже встретили другую точку. И вот они, сладкие кусочки на раскладочке. Так, что по ценам? Большой кусок получается 200 бат, что примерно 420 рублей. И это значительно дешевле, чем было зимой. Но можно, мне кажется, еще дешевле найти. Я бы взяла за эту цену с радостью целый дуриан. Возможно, кстати, целый можно будет дешевле взять, потому что его надо разделывать. А здесь еще берут процент за то, что уже разделали и положили. А там котик, кажется. Ру, смотри, какой интересный. Вот, уже, смотрите, кусок 100 бат. Это очень дешево. Вот это уже реально дешево. И такого не было зимой точно. О, прям здоровенная колбаска 190. Ну, короче, они реально здесь чаще встречаются и стоят дешевле. Еще, по-моему, зимой дороже стоит мангостин. Сейчас килограмм 50 бат. Мангостин божественно вкусный. А вот черешни, походу, для них является экзотической ягодой, потому что стоит 250 бат упаковка. 500 рублей. Очень дорого. Вот этот пакетик получился 27 бат. Для этого фрукта это очень дешево. Я даже его зимой не ела, у меня жабка придушивала. Фу, сказала о жабке и вспомнила тех противных жаб. Аппетитных ты хотел стоить. Да, неотвратительные. Я вообще не знаю, в каком состоянии надо их купить. Мы взяли что-то похожее на ланган, но не ланган. Но при этом не взвешивает по чуть-чуть, поэтому у нас килограмм неведомый какой-то штуковина. Вот так она выглядит. Для сравнения, ланган выглядит вот так. Раньше мы такого здесь не видели. Я у другой тетечки сначала покупала и чуть не сломала ей пирамидку из фруктов, и она меня аж по руке ударила. Пирамидку не ломай. Слышишь, да? И не захотела мне после этого продавать. Я купила у другой. Не проблема. Так, мы за дурянчиком. Купи мне за 190. Жесть, ну ты что, ресторан такой транжиры дуряновый. Просто жесть. Я взяла себе за сотку, он за 190. Ты не лопнешь, деточка? Ну я большой просто. Поскольку я большой, мне нужно много дурянчиков. Вот, наконец-то мы с тобой встретились. Спустя полтора года, мне кажется, да, мы с ним не виделись? Как же воняет. Вкусно, да? На всю округу. Люди из офиса идут, а мы тут шманим дуряном. Но им-то этот запах привычен. Хотя не все азиаты любят дурян, как выяснилось, в нашей поездке в Малайзию. Но мы его обожаем. У тебя, мне кажется, отличается даже по цвету. Может, это другой? Да, у меня другой дурян. У меня очень вкусный. Просто с ним не всегда везет, поэтому это круто, что первый, который я попробовала в этой поездке, я оказался вкусненький. Не могу. Ну что, не зря приехала? Очень, очень не зря. Мне кажется, мой просто свежей, а ты повелся на размер. Я когда брал большие, всегда они были очень вкусненькие. Господи. Ну как? Вкусный, непродухший? Очень вкусный. А как от твоего шманиют? Хлеще, чем от моего. Я не знаю, как описать словами, насколько это вкусно. Но это правда вкусно. Это такой прям ореховый, луковый и очень нежный вкус. В общем, можете за нас порадоваться и поставить лайк за то, что мы встретились с нашим любимым дурианом. Я официально заявляю, я не просто наелся дурианом, я им реально упоролся. Все-таки это, конечно, очень сытная штуковина. Разомлела, хочу теперь спать. Наелась очень сильно. Можно ехать домой. Что, объелись уже дурианом? Вот объелись, можно уезжать. Что в 8 дней будем делать? Да, но дуриан это такая коварная штука. К вечеру его снова захочется. Как только пропадает чувство сытости, это практически как с Макдаком, знаете? В Макдак идешь, такой воодушевленный, потом объелся, думаешь, все, я никогда больше его есть не буду, мне плохо. А потом все по-новой. А мы тем временем возвращаемся в отель. Выглядит не очень. Классика это приехать в Таиланд и поесть шпажку с печеночкой. Куриной. Обожаю. Сапунхар. Ммм, капутинька. Заселение у нас только через полчаса, и мы решили прийти к бассейну. И хорошо, что меня сейчас не видит мама, потому что меня почему-то начало подташнивать. Руслан-то сглазил мой этот шашлычок с печенкой. Не знаю, он был в некоторых местах зеленоват. Я не знаю, либо это норм, либо не норм. Но эффект, так знаете, самовнушения работать, меня начало подташнивать. Плюс я первый день в Таиланде. Наташа себя накручивает. В Таиланде не тошнило. У нас ни разу друзей много раз. Много раз, поэтому активированный уголь уже во мне. У меня как раз ели в дорогих ресторанах, и там мы не травились чаще всего. На всякий случай, активированный уголь приму. Ты принимай, что-то один ты приняла. Больше надо. Наверное, я просто устала после перелета и от жары. Все, я пошел купаться. Я запунусь басик, а освежусь. Давай. Ой. Русик уже купается, а я вот думаю, что меня, возможно, подташнивает еще и от вида этих крыс, которых я увидела. Я не особо впечатлительная, но именно вот эти крысы, они оставили какой-то долгий отпечаток, что меня до сих пор немного от них подташнивает. Чисто ушел под воду. На улице очень лучше. Тут бассейн, это просто спасибо. Заселяемся в наш номерок. И номер у нас напротив туалета. А вообще, отель внутри вот здесь такой красивый. Неожиданно. Потому что он очень бюджетный. Сначала мы попадаем на мини-кухонку. Здесь есть большой холодильник. Нужно хранить фрукты и тайскую еду. Это, наверное, мини-бар. Водичка. Водичка, наверное, бесплатная. А, хотя вот это, наверное, бесплатная водичка, а в холодильнике уже платная. Справа сразу душ. Так, здесь вот такая забавная ванна. Она как будто очень маленькая. Руслан тогда не приляжет в полный рост, но он как бы и не собирался ложиться. Всем привет! Шампунь кто-то уже поюзал, смотрите. Неполный. Так, ну ванна довольно простая, чистенькая, неплохо. А вот номер прям мне очень нравится. Он стильный. Здесь во всем отеле вот такой пальмовый декор в номерах. О, еще есть диванчик. Короче, номер большой. Это очень круто. То, что здесь не только кровать, но и много пространства дополнительного. Диван, картина, зеркало, рабочее место, шкаф. Очень просторно. И есть кондиционер, что тоже немаловажно в такую жару, как в Таиланде. Еще у номера есть собственный большой балкон. Жалко, здесь нет какого-то стульчика, столика. Ммм, вкушаешь эти тайские ароматы. И здесь вот, как я говорила, город контрастов. Огромные небоскребы красивые. И в то же время какие-то трущобы, ободранные здания. Но вид открывается прям просторный. Очень-очень много города. Не обманули. Вид на город отличный. И вся вот эта красота, этот номер, достойный номер. Причем отель с бассейном. Все это стоит всего лишь 2700 рублей в ночь. Это на тысячу дороже, чем наш отель, в котором мы раньше останавливались. Да, он был неплохой, он был мил нашему сердцу, но он очень бюджетный, простой. Там нет бассейна. А здесь все это имеется и всего лишь на тысячу дороже. Мы подозреваем, что такая бюджетная цена из-за того, что этот район не популярен с точки зрения туризма. Он находится довольно далеко от центра. Но здесь наш любимый рынок. И здесь мы привыкли уже обитать, как будто наше родное местечко. Да и добраться в Бангкоке... Резко начал холодить нашу комнату, пока спрячем. Так вот, заканчивая мысль. Добраться отсюда до центра очень просто, потому что дешевое такси и есть общественный транспорт. Так что номеру лайк я хочу сейчас помыться и немножечко отдохнуть. Сейчас в душике и нашла у этого отеля такой существенный минус. Очень старенькая, боюзная сантехника, ржавая. Вот здесь тоже непрезентабельно выглядит. Привет! Так, сейчас еще и сломала, походу. Вот я лох. Не прошло и пяти часов, мы вышли из номера. Мы спали и выкладывали видео. Не обращайте внимания на мою помятую футболку. Здесь с утюгом проблемы. А кушать хочется. Надо было свежее что-то надеть. И вот мы надели и побежали стрит-фуд кушать. Идем кушать на районе. Я зачем-то накрасилась. Просто пока ждала, когда Руслашик доделает дела. Делать было нечего. Я накрасилась. И в темноте никто не оценит мой мейк. Но вы оцените. На улице идет мелкий дождик. Мы ждем такси. Мы нашли приложение, которое здесь работает, потому что Uber у меня не заработал. Оно называется Grab. И я была удивлена, что здесь можно вызвать не только машину, но и курьера с едой. Буквально с уличной едой. То есть какая-нибудь бабулечка из какой-нибудь палатки завернет и курьер сюда привезет. То есть, понимаете, да? Здесь соседствуют технологии и очень такой первобытный строй в какой-то степени. А Руслан пьет энергетик. 10 батиков стоит 20 рублей. Хочется после перелета как-то прийти в себя. Джетлак у него. Разница на времени всего лишь 4 часа. Кстати, голова побаливает прям реально. Да, голова побаливает. Но мне кажется, из-за того, что я голодная, очень хочется подтай. Проводитель написал мне сообщение, что пробки и ехать ему до нас полчаса мы отменили. Прикольно, что в этом приложении можно с ним прям переписываться. И даже можно там байк вызвать. Но мы решили в итоге просто пойти на дорогу, поймать такси с таксиметром и заодно цену сравнить. Потому что сейчас у нас получалось 100 бат в приложении. И узнаем, сколько будет без приложения. Пришли к ребятам, у которых обычно берем. И здесь обычно такая большая очередь, а из-за дождя никого нет. Ущипните меня. Это не сон. Я в Таиланде, в Бангкоке летом кушаю под тай. Мы в нашу последнюю поездку, в последний вечер пытались сюда попасть и покушать напоследок. Но опоздали, уже было закрыто. Поэтому сейчас вот восполняем упущенное. Красота. Сейчас будем делать видео для Дани моряка, который тоже очень любит Бангкок, очень любит Таиланд и под тай. К сожалению, он не с нами. Но мы ему передадим сейчас приветик. Ну и уже сейчас. Даня, передаем тебе привет с нашего места, где мы кушали супчики и под тай. Фантастика. Особенно играет роль в том, что мы очень проголодались. Офигенно просто заходит и под тай. Зашли на рынок Патпонг. Смотрите, какие у них тут сливы, чтобы дождевая водичка сливалась. И столько здесь, конечно, фейков. Просто жесть. В основном всякие там Суприм, Гуччи, Балансиаха. Очень мало аутентичного тайского здесь. В основном китайщины и подделки. Вот, наверное, из тайского. Это только вот эти штанишки и костюмчики со слониками. Взяли мне вот такие две футболки. Ну как себе. Сейчас же модно оверсайз. Поэтому, возможно, и мне взяли футболки. Разрешишь мне в них снять видео, правильно? Конечно. Клевые, короче, принцесски в татуках. Качество, наверное, так себе, но ладно. Получилось 1200 рублей за две штуки. А вот тут продаются картины, как у нас сейчас на кухне висят. Мы их как раз отсюда привезли из Таиланда. Так, музыка орет, потому что мы на тусовочной улице. Вокруг бары, а в центре на улице рынок. И здесь много где спят детки. Прям на работе у родителей. Это очень часто встречается в Таиланде. Как я уже сказала, чтобы найти что-то аутентичное на рынке, нужно постараться. Вот, к примеру, я взяла сейчас мисочки из кокоса. Они очень милые. Это половинка кокоса и внутри какой-то узор. Мы взяли с Русланом две мисочки. Будем дома кашку кушать и вспоминать о Таиланде. Нашли один из наших самых любимых напитков в Таиланде из дыги кандалупа. Зеленый такой напиток. Любим его больше, чем мачу. Мы закупились вкусняшками немножко семьи и друзьям. И, кстати, у нас не было с собой карты, мы ее забыли. Apple Play не работает. Имейте в виду, в Азии с этим туго. Пришлось кэшом платить и кое-что убирать с заказа. А между тем, мы вышли на улицу. И здесь играет живая музыка. Такая красота. Прямо романтично. Рус гуляет с чипсиками на фоне король. Замечательный. Вот, смотрите, какие здесь везде уважительные комбинации из цветов. Тайские чипсы банановые. Тайский король, тайские чипсы, тайский 7-11. Все, погуляли, пошепкались, покушали, едем в отель. И что там делать будем? Попробуем вот эту штуковину, которую на рынке сегодня купила. И все, будем спать, отдыхать, с вами прощаться. Так что не переключайтесь, нужно узнать, что это за странный фрукт. Да, и надеюсь, завтра мы уже войдем в режим, встанем пораньше и больше сможем успеть сделать. Итак, пробуем фрукт, подозрительно похожий на бэби-картофель. Попросили на ресепшенную тарелку, они мне дали битую. Они не знают, что плохая примета есть в России? Что, я вообще не поняла. Это что, апельсин? Что ты думаешь, что это апельсин? На цитрус как будто похоже. Не, не апельсин. По консистенции похоже на ланган, только как будто здесь его прям много-много. Смотрите, он прям здесь дольками. Похоже на ланган, но не такая упругая консистенция и не такой приторный вкус. Слегка с кислинкой. Почему с апельсином спутала? Потому что долечки есть. Хотя, знаете, дольки, наверное, больше похожи даже на дольки мангостина, только они прозрачные. Сейчас я по-нормальному открою, чтобы было видно. Странно, что мы не встречали раньше. В общем, почти получилось. Вот, видите, много долечек. Русик, попробуй. Узнаешь, что-то издалека есть цитрусовая. Да, ланган разделенный на дольки и похоже на цитрус из-за того, что вот здесь, да, тоже разделитель такой, как в мандарине. Вот такой вот фруктик. Открыли мы для себя. Надо теперь узнать название и классно, что мы его с вами решили попробовать. Это смесь мандарина и лангана, наверное. Похожий смесь. Правда. По описанию похоже. Круто. Если кто-то знает, как называется этот фрукт, пишите в комментариях обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.